Продолжение следует... 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 Добрый вечер, зарегистрировал. Кто еще подошел? Радио 0, Леонид Галина Романова. Радио Василий 0, знак вопроса. Леонид Анна Василий, да. Добрый вечер, зарегистрировал. Кто еще? Радио 0, Леонид Галина Романова. В шумах, к сожалению, сигнал не могу принять. Продублируйте, Валерий Николаевич, пожалуйста. Радио 0, Леонид Григорий Романова. Радио 0, Леонид Григорий Романова. Спасибо, Валерий Николаевич, зарегистрировал. Кто еще подошел? Ульяна Анна 0, Леонид, Ульяна Мария. Ульяна Анна 0, Леонид, Ульяна Мария. Добрый вечер, зарегистрировал. Кто еще? Радио 0, Леонид Иван Щука. Зарегистрировал. Кто еще подошел? Радио 0, Леонид Галина Борис. Радио 0, Леонид Галина Борис. Добрый вечер, зарегистрировал. Кто еще подошел? Радио 0, Леонид Иван Краткий Харитон. Радио 0, Леонид Иван Краткий Харитон. Добрый вечер, зарегистрировал. Кто еще? Радио 0, Леонид Федор Елена. Радио 0, Леонид Федор Елена. Добрый вечер, Александр. Зарегистрировал. Кто еще? Радио 0, Леонид Иван Василий. Добрый вечер, зарегистрировал. Кто еще? Радио 0, Леонид Калина. Добрый вечер, зарегистрировал. Кто еще? Радио 0, Леонид Галина Сергеев. Радио 0, Леонид Галина Сергеев. Вечер добрый, зарегистрировал. Кто еще? Радио 0, Леонид Киловат Галина. Радио 0, дальше знаки вопроса. Радио 0, Леонид Киловат Галина. Валерий Николаевич, продублируйте, если принимаете. Радио 0, Леонид Киловат Галина. Радио 0, Леонид Киловат Галина. Спасибо, Леонид Киловат Галина. Добрый вечер, зарегистрировал. Кто еще? Роман 0, Леонид Знаки вопроса. Павел. Еще раз, пожалуйста. Роман 0, Леонид Федор Павел. Вечер добрый, зарегистрировал. Кто еще? Роман 0, Леонид Иван Крадский. Роман 0 Леонид Иван Мария Добрый вечер, Игорь Зарегистрировал, кто еще? Радио 0 Леонид Иван-Иван-Краский Роман 0 Леонид Иван-Краский Добрый вечер, зарегистрировал Кто еще подошел? Радио 0 Леонид Иван-Краский Радио 0, Леонид Иван, Краткий Иван, Игорь, фактически не принимал. Спасибо, Валерий Николаевич, зарегистрировал, Игорь, добрый вечер. Кто еще подошел? Что ж, более никого не слышно. Другой стол Приморского краевого района Губа завершил регистрацию участников. Сегодня таковых вместе со мной и радио 0 Мария Мария в режиме СВЛ и радио ЖУК-3 Дмитрий Сергей Анна, дробь 0, 45 коллег-радиолюбителей. Я рад приветствовать тех, кто зарегистрировался, а также тех, кто слушает нас в режиме приема. Тех, кто подошел на частоту круглого стола. Первый блок нашего круглого стола, как всегда, поздравительный. На прошедшую неделю отметили свой день рождения следующие наши коллеги. Розенблит Дмитрий из Уссурийска. Его позывной радио 0 Леонид Ульянов. Карпенок Евгений из Черниговки. Радио Василий 0 Леонид Анна Васильев. А также 20 сентября отметил свой юбилей Дмитрий Константин из Владивостока. Его позывной радио Анна 0 Леонид Мария Сергеев. Константину исполнилось 60 лет. Позвольте поздравить вас и зачитать следующее стихотарение. День рождения сегодня. Мы желаем долгих лет. Будьте здоровы. Живите красиво. Больше радостных побед. Далее слово представляется председателю совета Приморского краевого радиоклуба. Лечный позывной Ульяна Анна 0 Леонид Васильев. Валерий Николаевич, вам микрофон. Спасибо. Добрый вечер. Я приветствую всех, кто прошел в начистоту нашего традиционного круглого стола. Приятно слышать высокой активности коллег-радио-любителей. Прежде всего, я, конечно, хочу досядниться к тем пожеланиям, которые высказаны в адрес именинников. Пожелать, самое главное, здоровья, удачи, хорошего настроения, недостатка силы, мирного неба, дальних связей. Ну и, как говорится, хобби предусилой радости. А тут я не выходил. Ну и, конечно, хочу поздравить нашего коллег-радио с юбилеем. Константин, Мария Сергеев. Ну, пожелать здоровья, активной жизненной позиции, удачи во всем. Ну, самое главное, леча счастья. Чтоб все было хорошо. Что касается информации, первое. Подошла очередная почта по сообщению Вадима Павловича, он у Леонид Борисович. Получена очередная почта из Москвы. В настоящее время ровно раскортированы. Отделенные среди журналистов России, города Владивостока, больно Надеждинского, Артема, могут получить уже в ближайший клубный день. Списки для кого полученные QSL, опубликованные на форме Приморского краевого радиоклуба. Следующая информация. Как вы знаете, 5 октября пройдут ежегодные соревнования по спортивной аэроделии Пеленганской. Это перед городом Владивостока. Оно будет проходить в лесном массиве завода «Варяг». Это традиционное место проведения данных соревнований. Сбор участников на конечной остановке завода «Варяг», как обычно, в 10 часов местного. После сбора все перемещаются в район проведения соревнований. Не вклилый только учитывать погоды и условия, но, конечно, иметь хорошее настроение. Есть, как говорится, приятные встречи с коллегами, с повлеченными интересными видами тренирований, как спортивная радиоперемизация. Следующая информация на региональной отделении Союза родителей России по Хабаровскому краю приглашает родителей любителей к участию в соревнованиях. Соревнования по дальневосточному федеральному округу, которые пройдут 11 октября на диапазонах от 60 до 40 метров. Соревнования СРС по дальневосточному федеральному округу являются квалификационными. Отличение по минимальному квалификационному уровню участников отсутствует, поэтому приглашают все желающие как для тренировки, для познания спортивного танк-газей, для получения спортивного мастерства. 28 сентября на сайте российского цифрового радиохуба опубликованы на итоги РАЖН-ДАБУЮ-ДАБУЮ-МУЛЬТИ-МОДЫ 2024 года контент. Это 11-й контент по радиосвязи НКВ в четырех видах модуляции ППСК, СКБ, Версенева и СИЗВ, который прохнет 31 августа и 1 сентября. По сообщению российского цифрового радиохуба получено отчеты из 556 участников, из 622 областей России, из 47 зарубежных стран по списку диплома до их 6 и 6 континентов мира. Наши дальневосточники показали следующие результаты в своих подгруппах. Так, ради Ульяна 0 Леонид Леонид, в группе зачета диапазоны 20, 15 и 10 метров занял третье место в Азиатской части России, первое место в СССР в Федеральном округе и первое место в Привозном крае. Также на штурмошке радиолюбики лежали один центра 0 Леонид, в группе Телеграф. Он занял 15 место в Азиатской части России, второе занялось в СССР в Федеральном округе и первое в Привозном крае. СССР в СССР в Азиатской части России, первое по Хабаровскому краю. СССР в Дмитрий на диапазонах в зачете 20, 15 и 10 метров занял девятое место в Азиатской части Российской Федерации, и первое место в Азиатской области. УА0 идет Федор Дмитрий в зачете 20, 15 и 10 метров. Результат показал десятое место в Азиатской части России, четвертое в поселке Дмитрий в Федеральном округе, второе в Амурской области. СССР в СССР в Азиатской части России, второе в Азиатской области. 6 место в азиатской части России, 2 место в дальнейшем федеральном округе, 1 место в Шестогринской области. Вот такие результаты контента, который проходил 31 августа и 1 сентября. В таких версиях модуляции, как бы поискать и добавить, одевая их избить. Клуб радиолюбителей авиаторов «Пятый океан» совместно с Союзом радиолюбителей вооруженных сил проводят действительности с 1 октября по 6 октября, которые посвящены дню космических войск России, но учрежден также диплом «Космическая эра». Европейская компонента объявила предстоятельность запуска двух спутников «Хадес-Р» и «Хадес-Аи-М». Которые станут доступны радиолюбителям в начале 2025 года. Эти спутники предназначены для замены находящегося в настоящее время на орбите спутника «Хадес-Д». Эти спутники были разработаны при поддержке частных компаний и университетов. Оба спутника могут поддерживать широкий спектр коммуникационных возможностей, включая голосовую связь в своем диапазоне «ФСК», режиме «ФТ-4» и «ФТ-8». Но как компания объявляет, это будет доступно в начале 2025 года. И по счету, то что соревнований, в ближайшие выходные, в которых можно поучаствовать, в связи с транзивером набрать новые страны, в связи с дальних корреспондентов. 5-5 октября пройдет ежегодный «Океане Дейтс-Контест» на диапазонах от 160 до 10 метров телефоном. Организатором выступает австралийская радиорубительская организация. Уцелью дальних соревнований является стимулирование к проведению КВ-радиосвязи со станциями, находящимися в океане и острововских океанов, но также другие территории океании. На коротких волнах очень популярный у наших тестовиков это «РАСН-WW» НИЗИТ-Контест, который проводится российским цифровым радиохлубом 5-6 октября с такими видами излучения, как ПСК и РТВАИ. На диапазонах от 160 до 10 метров. Поэтому хорошая возможность поработать такими видами связи. Версийские спортивные соревнования Кубок имени Попова по радиоспорту пройдет, как обычно, 5 октября телефоном на диапазонах от 40 до 20 метров. Организатором выступает Союз радиолюбителей России и редакция журнала «Радио». Версийские спортивные соревнования Кубок имени Попова по радио «Радио-Ретро». Соревнования пройдут на диапазонах от 40 до 10 метров телеграфом. Цель вики соревнований – это ностальгия по радио «Ретро». На КВС вспомнить, на чем работали наши деды и почувствовать разницу участников соревнований на современной аппаратуре. В данных соревнованиях и других соревнованиях, которые проходят в эти ближайшие выходные, просто найдем информацию на просторах интернета. Диапазоны от 160 до 6 метров. Диапазоны от 160 до 6 метров. В КВС-8, КВС-8, через «Альфа-Тилен», «Румия», «Янки». Ну и также через «ОТВ». Это американские радиорубители «Виски-9» «Хотелтанго». Будет иметь «Запермудских островов». Это «Черн-Америка-005» с 11 до 14 октября. Позылной будет использовать «Виттер-9» «Хотелтанго» «Труф Виктор Папа-9». Он будет работать в таковой диапазонах «Крисал» через «Домашний Позылной». Позылы «Танго» «Тува-Экстры» из «Тувала». Так, они 0,15. На третье время гибен австралийский радиолюбитель «Викокиллофо» «Мексико-Альфа-Папа». Он работает только на диапазоне 10 метров «ССБ», поэтому следите. Позылом «Файф-Хотелт-3» «Мексико-Браво» будет «Зап» активен из «Танзании» «Маурицио». Это «Итальянский радиолюбитель». Позылом «Италькилла-2» «Голдзуго» «Юнайтед». Он активен будет два дня, 10-11 ноября, ой, извиняюсь, 10-11 ноября, правильно сказать. Он будет работать на диапазонах от 80 до 10 метров «КСЛ» через «Домашний Позылной», «ОТВ» и «КСЛ». Позылом «Итальянский радиолюбитель» «Италькилла-5» «Альфа-Экскоп» Альфа-Экскоп» будет активен, как «Итальянский «Иротроп» домашний Позылной с острова Сан Пьерс Петро. Это «Европа-165» по списку диплом «Аиотов». 29 сентября по 6 октября. Он работает «ХСБ» и «РДДВ, а также «СТЭФ» видами на диапазонах от 40 и выше. Ну и еще одна небольшая информация. Три американских радиолюбителя и один мификанский радиолюбитель. Буквально сильная группа «Йота» в начале сентября. Команда планирует работать под названием «Нэнди Пайв Дельбе» с острова «Тимбейлы». Это Северная Америка 119, 4-6 октября. И вторая активация будет производиться только в дневное время, так как у них нет разрешения на то, чтобы оставаться на острове на ночь. Они будут работать СССР и WF-8. У нас здесь 40, 20, 15, 10 и 6 метров. Вот такая информация. На сегодня у меня все. Спасибо всем за внимание, кто подошел на круглый стол. Хорошего окончания рабочей недели. Хороших теплых, хотя не деньков, дальних связей. Берегите себя и своих близких и микрофон ведущего. Спасибо, Валерий Николаевич, за предоставленную информацию. Следующий блок у нас, как всегда, погодный. Но прежде чем мы к нему перейдем, коллеги, кто еще не успел зарегистрироваться, у кого есть какая-либо информация, которую вы считаете нужным озвучить на круглый столет и ваших коллег-родилюбителей. Жалобы, замечания, предложения, пожалуйста, на приеме. Ульяна Дима 0, Леонид Дима Харитон, не успел подойти. Ульяна Дима 0, Леонид Дима Харитон. Да, да, да. Ульяна Дима 0, Леонид Дима Харитон. Вечер добрый, зарегистрировал. Кто еще? Что ж, более зала в замечании предложений не поступило. Переходим к погоде. Представляю, прогноз погоды наближается 3 дня по версии трим-пидрометра. В ночь на 5 и 104 октября в Приморье в континентальных районах воздух выхолодится до значения минут и ночи. Днем над краем сохранится поле повышенного атмосферного давления. По-прежнему для засадков столбики термометров поднимутся до 15 и 22 градусов. Завтра в Владивостоке ожидается солнечная и теплая погода. Ночью плюс 8, плюс 11 градусов. Днем плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные дни 5 и 6 октября в Приморском крае спокойная и солнечная погода. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 5, минус 4 градусов. По-прежнему плюс 6, плюс 14. А днем воздух прогреется до плюс 16 и плюс 23. Ветер будет слабым и в переменных направлений. Отсадков не ожидается. В Владивостоке на выходных ожидается солнечная и теплая погода. Ночью температура воздуха будет держаться в районе плюс 10 и плюс 14 градусов. А днем поднимется до плюс 17 и плюс 21 градусов. На этом прогноз погоды окончен. Коллеги, кто еще хотел зарегистрироваться? У кого есть какая-либо информация, любые жалобы, предложения, замечания на приеме? Что ж, информации, жалобы, замечаний и предложений более не поступило. На чистоте я работал с ровным столбом Тиморского краевого радиохода радиокиловатт-олевой леонид. Поставляю чистоту свободной. Всем всего наилучшего. Семьдесят три. Продолжение следует. Семьдесят три. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.